Всем доброго дня! С вами Аркадий, мы в Канаде. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной съездить в Торонто и посмотреть, что сейчас там происходит. За последнее время происходило, с одной стороны, мало событий, потому что мы все сидели по домам, с другой стороны, немало событий, поскольку происходят некоторые изменения, связанные с выходом из самоизоляции, то есть то, что у нас связано с ковидом, и многие знают, что в Северной Америке прокатилась волна акций, связанная с систематическим ущемлением прав, с дискриминацией чернокожего населения. Я не буду вдаваться в подробности сейчас о том, почему это произошло. Все знают, что это началось с жестокого убийства полицейским одного из чернокожих задержанных, но я не хочу обсуждать, кто был прав, кто виноват, я хочу просто показать, что происходит в Торонто после ковида, что происходит после вот этих акций, демонстраций погромов, кто как называет, акций протеста и так далее. И, друзья, я нахожусь в Лондоне, Онтарио, кто не знает, в нашем городке уже многое открывается. И, пожалуйста, переходите на мой инстаграм, посмотрите, я только что выложил, что у нас открыты уже патио в ресторанах и так далее, народ везде гудит, гуляет на улицах, оставляю ссылочку. Но в Торонто я не был уже достаточно давно, и я знаю, что там ситуация другая. И, опять же, поскольку у нас городок маленький, у нас здесь никаких акций не было, у нас все прошло тихо. Да, есть у нас, конечно, какие-то плакаты, Black Lives Matter, да, то есть вот такого характера. Но поскольку город небольшой, процент населения чернокожего очень маленький, у нас все прошло абсолютно спокойно. Но мы с вами сейчас посмотрим вместе, что в Торонто. Начинаем наше небольшое путешествие на вокзале, садимся в поезд из Лондона-Онтарио в Торонто. Посмотрите, везде висят при входе в помещение, в том числе в вагоны поездов санитайзеры для обработки рук людей очень мало. Поездов ходит сейчас мало, но при этом билеты продают по минимальной цене. Сейчас самый низкий тариф на любые поезда. Посмотрите, таблички висят, садиться можно только через ряд и только около окна. То есть люди не должны никаким образом контактировать между собой. Вот еще хотел я вам показать. Сосед у меня рядышком сидел, пошел в туалет, все оставил, еще даже поезд не тронулся. Люди ходят по вагону, кошелек, телефон, ноутбук. С подушкой какой-то путешествует, он, видимо, в далекую дорогу собрался. Вот так вот в Канаде, когда спрашивают про преступность, примерно можно такие примеры приводить. На вокзале в Торонто многое перетянуто ленты, но здесь непонятно, то ли это перекрыто, чтобы люди не садились, потому что нельзя использовать места для ожидания, то ли здесь, потому что вечный ремонт. Торонто, вокзал, ну сколько я его помню, здесь всегда идет какой-то ремонт. Выходим на площадь перед вокзалом, людей почти нет. Здесь всегда в этом районе с утра люди с пригородных поездов, с автобусов спешат на работу. Сейчас из Лондона автобусы в Лондон не ходят вообще, то есть отменено 100% маршрутов, нет ни одного, потому что офисы закрыты. Вот видим банки, так, банк открыт, витрины не побиты, да, те из вас, кто смотрели новостные сводки из США, многие витрины были разбиты. Я хочу пройти через галерею своего любимого здания, оно вот с таким красивым козырьком. Давайте попробуем войти внутрь, я не помню, снимал ли я там что-то, но для Инстаграм точно, поэтому еще раз напоминаю, подпишитесь на мой Инстаграм, а для Ютуб не помню. Здесь, кстати, снимали довольно большое количество фильмов, не знаю каких, но он такой футуристический, популярный. Смотрите, войти мы в него не можем, то есть эта галерея закрыта. Обычно можно из одного квартала через этот дом, ну и через многие дома пройти в другой квартал. Сделано это, чтобы зимой люди могли двигаться внутри, а можно спуститься вниз по эскалаторам и пройти весь центр города, весь даунтаун Торонто под землей, это очень удобно. Там везде магазины, офисы, поликлиники, массажные кабинеты, стоматологи и так далее. И в Канаде такая похожая система есть в Калгари, но там наоборот мосты между домами. Так, посмотрите, террасы, рестораны, никого нет, но еще может быть просто рано, поэтому закрыто. Не знаю, посмотрим в течение дня, как я говорил, в Лондоне, Онтарио все террасы открыты, все работает. Ну, пока мы с вами идем по финансовому кварталу, я не вижу никаких повреждений. Специально пойдем на центральную улицу, на Янг-стрит, чтобы посмотреть, было ли там что-то, ну, какие-то погромы, да. То есть, есть ли там разбитые витрины, есть ли заколоченные витрины. Пока проходим через офисный район. И наша цель выйти на Данда-стрит, где тоже выходили протестанты. Я слышал, что в Торонто все было достаточно мирно, но многие владельцы магазинов боялись того, что произойдет. И я знаю, что витрины заколачивали. В основном это не столько связано с тем, что ждали, что будут все бить и все крушить, а с тем, что сейчас в самих этих магазинах, ну, если что случится, там никого нет, там нет сотрудников. Кстати, такое здание очень известное, там, это самый дорогой пентхаус в городе. Здесь и отель, и жилое здание в этом, в этом здании, да, скажем так, и жилые помещения, и отель. Итак, идем дальше. Давайте займем в Старбакс. Для меня это просто самая главная утренняя процедура. Посмотрите, такие квадратики, чтобы зайти в Старбакс, люди должны стоять в этих квадратиках и два метра друг от друга находиться. И вот так вот идем по квадратикам, покупаем то, что нам нужно. Смотрите, люди работают в масках Старбакс. Нельзя взять сахар, молоко самому, то есть нужно заранее заказывать. Но кофе я купил без проблем, без очередей. Очень приветливый сервис, как всегда. И мой любимый кофе, это Dark Roast, это сильные обжарки кофе. Я беру просто черный, без молока, без сахара. И обычно таким путем иду от вокзала до офиса. Ребят, кто не знает, меня многие жалеют, что я в Торонто езжу на работу. Я езжу не так часто. Даже в мирное время, когда нет ковида, я езжу обычно один раз в неделю. Но иногда, конечно, бывает чаще, там как сложится. Но ничего такого страшного, не переживайте за меня. Для меня это даже небольшое путешествие, небольшое приключение. И пока переезжать из Лондона в Торонто я не планирую. Итак, мы выходим с вами на центральную улицу. Видите, Янг-стрит. Это самая длинная улица в мире. И это основная, ну, наверное, не только торонтовская, но и канадская магистраль, которая идет далеко, далеко на север. Сейчас не буду смотреть на сколько, но, по-моему, на 6000 километров что-то такое. Новые кондоминиумы, это абсолютно новые дома. Их не было, когда я приехал 10-11 лет назад. Даунтаун был гораздо более провинциальный. Когда я приехал после Москвы, для меня Торонто казался, ну, какой-то игрушечный, спокойный, тихий. Сейчас, опять же, в доковидное время народе еще столько. Но сейчас никого. Но мы уже видим забитые витрины. Видите, черные витрины. Более того, они идут вдаль черные, только по левой стороне. И все в одном стиле. Справа все магазины с открытыми витринами. Здесь тоже открытые. Это канадский бренд ROOTS. ROOTS магазин открыт. Это Eaton Center. Это крупный шоппинг-молл. Но открыты только те магазины, у которых есть свой выход на улицу. Но ни одной разбитой витрины я не вижу. В сам шоппинг-молл попасть невозможно. Вот видите, написано открытые. Гуччи открытые. Ну, в общем-то, магазины работают. То есть те, у которых есть выход на улицу. Мы подходим к центральной площади, Данда Сквер. Здесь обычно проходят все фестивали, все протесты, все праздники. В общем-то, это центр всего. Давайте я сделаю, ну, такой небольшой, небольшую панораму Данда Сквер, чтобы вы посмотрели, как она сейчас выглядит. Для меня, конечно, самое большое впечатление, что это время сейчас 11 утра, да, чтобы вы знали, это 11 часов утра, но людей почти нет. То есть сейчас столько людей, сколько обычно в 5 утра здесь бывает. И, конечно, это связано с тем, что все офисы, большинство офисов закрыты все-таки. Я, кстати говоря, иду в офис. Наш офис тоже сейчас не работает, но мы решили встретиться, собраться, поскольку можно небольшими компаниями собираться. Так, вот, смотрите, здесь витрины тоже заколочены, видимо. И причем все единообразно, да, все, то есть аккуратненько, одинаково. Но это, видимо, только те магазины, которые закрыты. Опять же, если что-то случится, потому что там нет сотрудников вообще. Это университет Райерсена, вот это справа стеклянное здание. Ну, про университет Райерсена, вот оно, их много зданий в центре, он довольно крупный. Это первый университет от студентов и сотрудников которых я услышал, что они не собираются открываться осенью. Я тоже работаю в учебном заведении, и мы собираемся открываться, как только разрешат. Естественно, если им прикажет Министерство образования, они будут потихоньку открываться, но я знаю, что некоторые учебные заведения готовятся выйти с осени только онлайн. Мы сейчас говорим про то, что, скорее всего, у нас будет так называемый blended learning. То есть мы не сможем большое количество студентов, чтобы одновременно находились на кампусе и обучались. И начнем мы с того, что студенты будут приходить небольшими группами, тоже сидеть друг от друга на определенной дистанции. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с ковидом. По поводу Black Lives Matter, я не вижу никаких, абсолютно никаких остатков, никаких признаков того, что здесь были погромы, здесь были демонстрации. Видимо, погромов все-таки в Торонто не было. Насколько я знаю, тут в новостях, по крайней мере, даже призывали идти на эти демонстрации. Демонстрации, да, ну то есть как-то может быть скрыто, но говорили, где они будут, кто организуют и так далее. Вот, вижу, что открыты на вынос кафе, рестораны. Мы, кстати, подошли к моей работе. Это станция метро College. И здесь рядом находится главный офис полиции. Давайте подойдем к главному офису полиции. Вот, кстати, и полиция. Да, я еще раз пока схожу в Starbucks. Здесь немножко другая система в нашем Starbucks около офиса. Видите, полиция в шортиках, на велосипедах, чувствует себя нормально. Сейчас протестанты выступают за то, что полицию нужно распустить. Но вряд ли до этого дойдет, очень я сомневаюсь. Вот здесь нужно заказывать либо заранее, либо заходить, заказывать и ждать на улице. Вам выносят заказ на улицу. Здание центра индидженос, да, то есть это люди, которые первые нации, мы их называем, ну по-русски индейцы, да, то есть те, кто в Канаде жили до приезда белых. Вот главное здание полиции Торонто. Вот он главный штаб. Это называется штаб. Вот, посмотрите, есть перегородки какие-то, да, то есть к витринам не подойти. Но, опять же, это сделано, скорее всего, чтобы люди не пользовались скамейками, потому что нельзя сидеть на скамейках. Здесь же у них в этом главном штабе, кому интересно будет, кто планирует скоро приехать в Торонто, есть небольшой музей полиции Торонто. Но я не вижу никаких повреждений. Я не вижу граффити. Друзья, я смотрел сводки из США, и я, когда нахожусь в Торонто сейчас, и то, что я видел по телевидению, я иногда очень рад тому, что мы все-таки находимся в Канаде, а не в США. Да, в США сейчас, конечно, и, ну, всегда, наверное, сильнее экономика, и рынок труда лучше, но если говорить о качестве жизни, то в Канаде по многим показателям оно, несомненно, выше. И один из этих показателей – это спокойствие, это уверенность в том, что можно ходить по улицам в безопасности. Хотя многие жалуются на то, что в Торонто именно становится хуже. Я живу в небольшом городе, но наш город по статистике более криминальный, чем Торонто. Но, опять же, все зависит от района и какой криминал. Да, то есть вот это здание Бэй-777, очень известное здание. Здесь находятся суды, здесь находится сервис Антерио, здесь находятся офисы. И, опять же, всегда здесь люди. Видите, аптека открыта, банк открыт, кофейня открыта. То есть много бизнесов открыто. Посмотрим, открыт ли магазин спиртного. В подвале здесь продают, вот видите, айфоны. Куду стоит ларек, это такой недорогой оператор. И, да, магазин спиртного тоже в центре открыт. Пожалуйста, сейчас уже время ланча. То есть те, кто все-таки ходит в офисы, могут выйти здесь. Ну, а кто-то за ланчем, кто-то за бутылочкой пива. Все это открыто. Посмотрите, как красиво сделано. Я думаю, что если бы были настоящие погромы, то такие государственные здания пострадали бы в первую очередь. Это здание открыто и днем, и ночью. Ну, не знаю, может быть, там совсем уж поздней ночью охрана его как-то закрывает. Но всегда можно прийти там, что-то поесть, отдохнуть в прохладе. Сейчас у нас жарко. Сегодня 19 июня. Я монтирую это видео 19 июня. И сегодня должны были быть новые выступления, связанные с тем, что сегодня именно день отмены рабства в Америке. Но, насколько я знаю, выступлений было очень мало. Перед зданием полиции написали «распустить полицию» крупными буквами. Мы с вами уже удаляемся из Торонто. Оказалось, что Торонто из ковида выходит медленно. Здесь еще все не открывается. Посмотрите, в метро люди сидят на расстоянии. Таблички здесь указывают на то, что нужно соблюдать дистанцию. В нашем городке открывается все быстрее. Но показатели сейчас очень хорошие. По Антарио смертей минимальное количество. Новых случаев заражения минимальное количество. Все держат дистанцию. Маски носят не все. Я лично в маске не люблю находиться. Если только этого не требуют, то я не нахожусь в маске. И хожу, собственно, просто там где-то прикрываюсь, где-то держу дистанцию. Вот такое видео у нас получилось из Торонто. Надеюсь, что было полезно и интересно. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, если досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Будет еще всего много очень интересного. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...